Чемпионат Европы И не только о чемпионатах И о том, как проводятся вообще соревнования По очень интересному Ну, если можно так сказать С помощью очень интересного спортивного снаряда Обо всем по порядку У нас в гостях президент Общероссийской Федерации Спортивное метание ножа Андрей Трохов Здравствуйте, Андрей Александрович И Галина Гуслякова Чемпионка Московской области по метанию ножа Здравствуйте, Галина Александровна Добрый день Вот так вот, если бы посмотреть Сидят два замечательных, очаровательных человека И вдруг метание ножа Вид спорта О котором вы сейчас нам все, безусловно, расскажете Каким образом Вдруг метание ножа Стало спортом Наверное, это прежде всего к вам вопрос Давайте, да Об этом два слова В 2001 году в Самаре Были проведены первые соревнования В 2001 году, 20 лет назад Были проведены первые соревнования По спортивному метанию ножа Но в тот момент Это была дисциплина вида спорта Универсальный бой То есть внутри Другого вида спорта Вот Благодаря усилиям Соответственно Нашей команды Мы вышли К тому, что было принято решение И выделить Выделить Сделать отдельный вид спорта Да Это 2018 год Создать общественные органы управления На общероссийском уровне И выделить это все В отдельный вид спорта Вот здесь спасибо комиссии Соответственно Принявшей правильное решение Я считаю Минспорта России Вот И в 2019 году Мы Официально уже Были Было заседание В июле месяце 2019 года Было принято решение Создание отдельного вида спорта То есть фактически два годика Нет На самом деле Попытки создать Вид спорта Начинались еще в 2004 году Но все равно Для спортивного Как бы мира Это Совсем ребеночек Маленький Однозначно Однозначно Маленький Виду спорта Да Действительно По факту Можно сказать Даже один год Потому что 2020 год у нас К сожалению Был пандемийный И развивать Как таковой Практически Не получалось Но Мы В принципе Двигаемся В общем-то Довольно таки Семимильными Такими шагами Информация Прекрасно знаете Мы начали с чего Мы начали проводить Всероссийские соревнования Но уже Скажем так Параллельно С универсальным боем Это 17-й год 18-й, 19-й Плавный выход Плавный выход Причем Как бы Он Естественно Был согласован И я также Являюсь В настоящее время Вице-президентом Общей Российской Федерации Универсальный бой Мы планомерно Мы хотели сделать Спортивную дисциплину Приняли решение Создание вида спорта А что еще Кстати В универсальный бой Входит Давайте мы сразу поймем Универсальный бой Полца препятствий Стрельба Метание ножа И Лайт Это борьба На татами Классика Это универсальный Рукопашный бой На татами То есть это комплекс И это все один спортсмен Должен был делать Да Это запускается В ногоборе Да За такой формат В ногоборе Запускаются Два бойца Они идут Одновременно На секундной мере Выполняют комплекс И выходят на татами Бьются Хорошо Мы сейчас вернемся к вам Потому что мы должны Подключить Галину К разговору Для всех наших телезрителей Хочу сообщить Что вот Галина Гусликова Она действительно Чемпион Московской области По метанию ножа Вот Слово метание ножа Сразу же ощущение Что это должен быть Какой-то Ну мужчина Я там В детстве мы, наверное Все чем Немножко там метали Где-то Ну в хорошем смысле слова Я имею ввиду Играли в ножички какие-то Чтобы такое было Потом Это уходит Как бы в историю Вот Всю преступную сторону Мы вообще отбрасываем Потому что Говорит Речь идет о спортивном О соревновании Галина Как вы-то пришли К метанию ножа Чего вдруг-то Вот эти Пять лет назад Я вообще не знала Что существует Такой вид спорта Так Меня с ним познакомил Мой будущий муж Он уже метает 18 лет Да И конечно Мы все Из Советского Союза И помнили Как в дворах Играли в ножички Вот Я хочу И мы Хотя девочки были Но все равно Мы пытались Бросить ножик И удивляет Почему у мальчика Получается А у девочек нет Наверное Вот эта вот память Осталась Что хочется Все-таки научиться Я решила попробовать В этом виде спорта Я сама С детства В спорте 12 лет Волейбола Бывших спортсменов Не бывает Поэтому Вся прелесть Этого вида спорта В том Что Здесь нет ограничений В возрасте То есть В любом возрасте Человек может начать Заниматься Ну я решила попробовать Как правильно это называется Вы метаете уже Пять лет Вы сказали Ну Если так быть точным То четыре года Четыре года Хорошо Мы сейчас вернемся Уже к конкретным Практическим Скажем Советам Пятилетка за четыре года Да Пятилетка за четыре года Вот видите Как неожиданно Правильно я понимаю Что это такой Любопытный вид спорта Что действительно И может заниматься Ну Специально подготовленный Но в принципе Любой человек Абсолютно любое У нас нет ограничений По состоянию здоровья Кроме Ну соответственно Да По НДНД Так называемые То есть люди А все остальные Более того У нас задействованы Ребята С ограниченными Состоянием здоровья Которые также занимаются И в общем-то успешно Довольно-таки Даже соревнования проводим Пока они естественно Не в ЕвСК Не классификаторе Но так или иначе Есть такое Как бы у нас Есть такие моменты Которые мы сейчас Порабатываем Чтобы сделать И среди пода Ребят Потому что чемпионат России Среди пода Мы уже проводили В девятнадцатом году Пробовали То есть у нас было такое Плюс ко всему Значит Самому малшему Маленькому У нас бойцу было Спортсмену Скажем так Когда начинал Заниматься пять лет Пять лет Да И уже металл 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 Причем вполне Достойно И выступал Там У нас есть Критерии Вернее У нас есть Значит Дети Двенадцать Двенадцать Четырнадцать Пятнадцать Шестнадцать Семнадцать Мальчики Девочки То есть соответственно То есть все разделение Как Вдогонку Вопрос Это чисто Наш вид спорта Или существует Какая-то международная Федерация Значит Еще раз Возвращаясь К международной федерации Как раз Универсальный бой Который развивал Да И проводили Мы совместно Общероссийская федерация Универсальный бой Проводим И проводили И проводим Чемпионаты И первенства Мира Ага Все-таки Это вот Да И один из чемпионатов Мира Я вам Как бы Да Сейчас скажу Проводили Мы как раз В 2017 году В МГТУ Баумана И освещали Как раз На Матч ТВ Это перед созданием Вида спорта У нас здесь Сейчас В настоящий момент Проводится Чемпионат мира По универсальному бою Дисциплине Спортивное метание ножа В Москве Данное мероприятие Проводится Впервые В таком масштабе У нас Около 60 Представителей 17 стран мира Теперь есть возможность Еще позаботиться о том Чтобы метание ножа Спортивное метание ножа Стало Международным видом Однозначно оно будет Да Однозначно Да Потому что сейчас уже Эта тема прорабатывается И мы движемся Также в этом направлении Более того Вот последний чемпионат мира Который мы проводили В Краснодарском крае В 2019 году Были представители 35 стран 35 стран Галина У меня такой к вам вопрос А в чем кайф-то Метание ножа Ну я понимаю Что есть спортивный интерес Но все же начинается С получения удовольствия Конечно Или ваш муж заставил Иди метай нож Нет У каждого спортсмена Конечный итог Это моральное удовлетворение Если получается Если есть результат Конечно Это моральное удовлетворение Вот с чего начиналось Это все Какие вы ножи Я вам сейчас объясню Сидит очаровательная женщина Вот у меня почему-то Ассоциация Кухонный такой набор Есть специальный Да Ножи Да у всех И наверное Ну давай с него и начнем Пошли Выехали куда-то Кстати где Метали ножи Где Тренировались До того Как стали спортсменкой Как это все происходило Ну во первых У моего мужа Есть стадион свой И первые шаги Я делала там А потом Он отвел меня К тренеру Колосу Александру Который И привил мне Эту любовь К метанию А какими ножами Вы Что это за Инструментарий Спортивные Во первых Это специальные Метательные ножи Они разные Разные Их много Очень вес Разный И я начинала С ножей Которые весили 180 граммов То есть сейчас Уже 320 30-30 граммов А круче Когда чем Тяжелее Тем сложнее Правильно Все зависит от Спортсмена Здесь Здесь она говорит О том периоде Когда еще не были Утверждены Конкретные Спортивные снаряды В настоящее время У нас Правилами вида Спорта Утверждены Два снаряда Спортивных Спортивные ножи СМН СМН Плюс Которые Не являются Холодным оружием Это самое главное И сертифицированно В установленном Законном порядке А есть ножи Которые не являются Нет Есть ножи Конечно Есть же холодное Холодное оружие Да Ну есть А мы говорим о том Что это спортивный снаряд И он не является Холодным оружием Это немаловажный фактор Потому что Есть такое определенное Предубеждение У людей Которые мы должны Разверить В обязательном порядке Говорю сразу Откровенно Это не является Холодным оружием Переживать за это За детей не надо Как бы все нормально Дети занимаются И так далее В соответствии Как говорится С уголовным кодексом Однозначно Галина Еще такой вот вопрос Как почему-то Ну это у меня Такое может быть Восприятие Вспоминаются Всякие фильмы Рассказы Даже мультфильмы Когда ставится человек Да И вокруг него Там кто-то играет Этими ножичками Ну всякие там Такие вещи И по-моему Даже проводились Такие Ну концерты Что-ли В советское время Приезжали люди Я помню Что-то такое было Скажите Насколько безопасен Этот вид спорта Вот я к чему Знаете Если знать технику безопасности То он безопасен Да Соблюдать технику безопасности То он безопасен На моем опыте За 4 года У меня не было Ни одной травмы Чтобы был отскок ножа И он в тебя попал А сколько расстояния От места метания До Как правильно назвать До стенда До стенда Спортивная дисциплина Называется До дистанции Такие-такие То есть у нас 3 метра Мы начинаем Потом 5-7 метров У женщин У мужчин по-другому Там 5-7-9 метров То есть 9 метров Нужно пульнуть Так снаряд Чтобы Во что, кстати Как оценивается Что на этом самом стенде Нарисовано Сейчас к этому вернемся Хотелось бы немножко Вернуться С вашего Да, пожалуйста К тому моменту Который вы озвучили То, что метать В людей И так далее Вы Такой хороший Интересный подход Но вы должны знать И зрители тоже Мы категорически Против Всячески Пресекаем Любые Даже Попытки Метания Даже не то Что в человека Но и в мишень В виде человека У нас есть Утвержденная мишень Бальная система От 20 до 5 баллов Центр 20 И соответственно Уменьшение И работаем мы Только По нашим Установленным мишеням Никаких других Соответственно Моментов У нас нет И не будет Поэтому еще раз Родители Не переживайте За детей Могут смело Отдавать Во второй части Поговорим Куда Мы же сейчас Должны создать Какое-то Мне самому Интересное Потому что Я вот все-таки Сейчас Чем дальше Наш разговор идет Воспоминания Тоже такие Нахлынули Что называется Что да Мы во дворах Не только в ножички Играли Тоже пытались Метать И так далее Вот такой вопрос Галине Как человеку Который занимается Этим непосредственно Но Андрей Сам собой Вы кстати Тоже метаете Обязательно И как Вот с 9 метров Нет Мой личный рекорд Это 27 метров 27 метров Это каким снарядом? У нас один снаряд СМН плюс СМН это детский СМН плюс Потяжелее Это уже взрослый Понятно И вот с такого расстояния 27 метров Я вам лично Потом покажу Хотите Но учу Нет 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 Побеждать эту дистанцию Но это несколько лет пройдет Я хотел спросить Какие особые тренировки Должны быть Что вы делаете Галин Для того чтобы Это У меня такое ощущение Что вы выходите Вот на стадион Тренировочную Эту базу И целый день Значит Разминка Или какие-то еще Нет Во-первых Это идет разминка Так Разминка Как в любом виде спорта Нужно размять хорошо Плечевой сустав Чтобы не было травмы Локтевой сустав То есть Как вам Наверное В виде спорта Там еще правша-левша Наверное Тоже играет роль Какую-то Левши Бывают Которые У нас есть левши У нас Таня Трубина Чемпионка мира Это пушкинская Метательница Девчонка Она у нас В каком году Сейчас Честно Я 18 По-моему Стала чемпионкой мира Поверьте Как раз Универсальный Горь Когда проводили Это моя ученица Как раз Первая ученица Она работает С двух рук Но стала чемпионкой На левой руке Еще один вопрос Сделаем сейчас Перерыв Скажите Видите Я так заинтересовался Вы один ножичек метаете Или есть такой Один А потом второй Сразу Это видо упражнения Имеется ввиду Для разминки Нагрузка идет На оба Плечевых сустава Есть упражнения В которых Нагрузка идет На основную руку И соответственно Дополнительно Чтобы не было перекоса То есть одновременно Можно метнуть Разными руками Хорошо Сейчас сделаем Специальное упражнение Для этого Сделаем перерыв И вторая часть Я хотел бы ее посвятить Почему собственно говоря Этот вид спорта Появился И почему Андрей Александрович Так хочет предложить Нашим родителям Чтобы деток привели Что он развивает Давайте узнаем Об этом через некоторое время Напомню Что это программа Открытый диалог Говорим сегодня Об очень интересном Можно сказать Необычном Редком Эксклюзивном Виде спорта Спортивное метание ножа У нас в студии Президент Общероссийской Федерации Спортивное метание ножа Андрей Александрович Трохов И Галина Александровна Гуслякова Чемпионка Московской области По метанию По спортивному метанию ножа Что же дает этот вид спорта Детям И куда могут обратиться Потому что Ну смотрите Девочки Да Фигурное катание Гимнастика Ну какие-то там Игровые виды спорта Игровые вообще виды спорта Футбол, волейбол, баскетбол Большой теннис Кстати там тоже Двумя руками Помню тренировался Потом руки Не работали совершенно Почему вы предлагаете Чтобы родители Привели деток к вам Во-первых Первый момент Который касается Как раз Галина Александровна В первую очередь Помимо того Что она чемпионка Московской области Она одна из Трех спортсменов Которые в настоящее время Имеют первый Спортивный разряд Два из них Это пушкинские Соответственно Наши ребята И вот Один представитель Как раз Люберец Галина Александровна Приказ Министерства спорта Московской области Подписан Она теперь Официальная 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 Спасибо Проверяю вас Разрядом Теперь все Вот Также ее муж Подтянулся Но он немножко Видимо больше тренирует У него третий взрослый Да То есть муж Вас в дело Так сказать Втизал И вы его Обыграли Да Есть такое Молодец Есть такое Да Вот на самом деле Чтобы было понимание Вид спорта Позволяет Прежде всего Воспитывать Дисциплину Как и любой вид спорта Да Вот Целестремленность Это Значит У человека У человека Ребенка Взрослого Формируется Значит Устойчивая психика В плане А как же устойчивая Когда вот Если я тренировался Вот я себя представляю Да Попал первый раз Радости Полные штаны Вот Потом Сто раз Неправильно Не попал Или еще Не получилось Нервы же начинают Для этого есть Для этого есть Инструктора Тренера Которые Занимаются Которые Однозначно И У них Такая Миссия Прежде всего Не просто Чтобы он Там метал Сто раз Для того Чтобы у него Было Прежде всего Четкое попадание В центральную часть Двадцатку Так называем 60 баллов Максимально Скажем Хорошая реакция Четкое Усполнение Постальной Задачи Правильная Работа Работает Сам с собой Побеждает Тот Кто побеждает Себя Ну как И стрельба Из лука Стрельба Из пистолета Я хотел Привести Копья Очень Очень Выигрывают Как правило Фалегматичные люди Либо те Которые Пришли К этому То есть К спокойствию Абсолютному К умению Сосредоточиться Умению Соответственно Отбросить Все лишнее Остаться Один на один С самим Собой С мишенью С ножом Хорошо Я так понимаю Что Коль Есть У нас Такой Вид спорта Куда Можно Прийти И записаться Расскажите Об этом В данном Случае Очень Приятно Что Мы получили Поддержку У вас Непосредственно В городе Люберцы Спасибо большое Владимиру Петровичу Воружицкому Главе Городского Круга Люберцы Владимир Владимировичу Суркову Руководителю Значит Спорткомитета Очень приятно На самом деле Были приняты И сейчас Мы уже Определились Залом В торпедо Вот Сейчас Там готовят Площадку Ребята Как раз Супруг Вот он Ее тянет На мастера спорта Сам будет Заниматься Тренировать Детей и взрослых Будет расписание Значит Более того Мы Определились У нас Чемпионат И первенство Московской области Мы проводили В Пушкино Сейчас он будет Плавающим И принято решение В этом году Провести в Люберце Городском округе Люберцы Да Городском округе Люберцы Это будет 4 Нет Уже решено 4-5 сентября Единственное По площадке В зависимости от погоды Если это будет Дождь Мы будем Соответственно Здесь Вот Триумфи Непосредственно Если это будет Хорошая погода Естественно Это будет Торпеда Улица Когда любой Может подойти После соревнований Мы проведем Мастер-класс Покажем Обучим Научим А в дальнейшем Просто ребята Там и взрослые Запишутся в секцию Кириллу Павловичу Конкретно Куда записаться Совсем скоро Уже будет Все будет Информация Следите за информацией Да Однозначно Я так понимаю У вас что-то есть В интернете Куда можно зайти Есть группа Вконтакте МОФСМН называется Это Московская областная Федерация спортивного Метания ножа С которой мы начали Вообще То есть изначально С МОФСМН В 2016 году Потом создали Общероссийскую И уже двигались дальше Ну вот смотрите Я тоже хочу Вспомнить Метательных Скажем так Видов Если не спорта То люди же любят Дротиками там На работе В обеденный перерыв Заниматься То есть это интересно То есть это наверное Приковывает внимание И когда тебя этому учат Это превращается уже Действительно В какой-то такой Ну Азарт Азарт происходит Сколько участвует Спортсменов Галина Вот вы как соревнуетесь Один, два, три человека Ну смотря сколько стендов Так Может одновременно Сразу И восемь человек встать Ну давайте Вот тем соревнованиям Которые будут Да У нас будет восемь стендов То есть восемь одновременно Одновременно Восемь спортсменов Выходят на дистанцию Три, пять, семь, девять метров И работают на дистанции В мишени По команде Все осуществляется у нас По команде Тренировки по команде Ну он же думал Вот дается команду Я не знаю какая команда И соревнования по команде Там начали условно Да Приступить Приступить Он сразу должен Или он может подумать 60 секунд А 60 секунд То есть Ага 60 минута Грубо говоря да За минуту А вы сразу метаете Или на 60 секунде На 59 Через несколько секунд Ну как правило да Они заканчивают Где-то 20-30 секунд Уже как бы да Отработали А я думаю что одновременно Чтобы так Раз и сразу Бубух И у всех одновременно Но это как бы Это на самом деле Есть такие хитрые Которые ждут Когда все отметают Они спокойно В тишине работают Да потому что тяжело Да метать вместе Кстати опять Это психологический момент Давайте даже вспомним Спортивную стрельбу Или там Наши все лыжные дела Там же тоже бывают Даже самые спокойные спортсмены Вот не сумел справиться Да Тоже нервничает Да То есть Нервы успокаивать Галина скажите На соревнованиях нет Это борьба с эмоциями Да А потом А потом моральное удовлетворение От результата От результата Да И кстати от тренировок Очень большое моральное удовлетворение Хорошо А сколько Да Вот сколько подходов И так будет 8 Планируется по крайней мере 8 Уже решено 8 стендов Сколько должно быть подходов Как соревнования 10 серий Две пробные серии И 10 серий зачетных И из 10 мы должны набрать Максимальное количество 600 баллов 600 баллов Это все в яблочко 20 баллов Цент Сколько раз Я понять Просто Скажи проще С 3 метров Какой у тебя результат Вот так вот Разный результат Дома это одно Потому что ты Сам с собой В тишине Я могу 580 набить баллов И 600 Возможно Да И 600 А когда на соревнованиях Там конечно эмоции Немножко подводят Бывает разный результат Бывает и 520 И 480 Ну хорошо Надо бегать Зарядку делать Может питание Какое-то особенное Нет питание Никакое не особенное Выносливость Должно быть Выносливость Любые упражнения Для выносливости И собранность Собраться Когда вот Раз Остановиться На эти 59 секунд Да И 59 секунд Нужно принять Правильное решение Рассчитать Наверное Траекторию Я уж не знаю Как это все делать Но мышление Тут подключается Логика работает И самоанализ Должна Ты понять Как летит нож Как ты его держишь Хват Все это взаимосвязано Плюс глаза Должны сработать На расстоянии Глазомер Глазомер работает На расстоянии Подает сигнал В ноги Включаются ноги Руки Не только руки Работают Работает все тело Соответственно И дальние дистанции Они В общем-то Если там работают Женщины 7 А мужчины 9 метров В дальней дистанции Очень-очень много Усилий Прилагается И в принципе Это довольно сложно Не всем дается Но прицелов Никаких пока нет То есть все С собственными глазами Прицелы Это глаза Да Глаза Закрывать Оба глаза Или один Не надо Надо работать двумя Работать двумя Хорошо А кто оценивает Выступление Только Исключительно баллы Судейская коллегия Есть такие моменты Как перебросы Попадания нож в нож То соответственно Когда три ножа работают Есть такое понятие Перебросы То есть нож в нож попадает И падает Соответственно Если он задевает Другой нож То есть возможность У спортсмена Подняв руку Сделать переброс То есть Того ножа Который упал Не ну с другой стороны Это же круто Когда первый нож пошел И тут и второй И когда в него Искра отлетает Это все как бы тоже Красиво А потом еще третий Третий туда же Кино прям можно сказать А нож в нож Нож в нож Но они же металлические Они же металлические Будем специально высверливать Чтобы они на нож Попадали Хорошо Еще вот такой вопрос Для тех Кто действительно заинтересовался Ведь смотрите Это в общем-то Может быть таким Семейным даже Видом спорта Абсолютно верно Мы еще раз возвращаемся Самому маленькому Пять лет Самому старшему Восемьдесят пять Да Вот Верихов у нас Виталий занимался А вот тоже К сожалению уже нет Вот А так у нас Инструктор Работает Ему шестьдесят восемь лет Шестьдесят восемь лет Акцентирую Внимание Он трехкратный чемпион Московской области Его еще пока никто Не победил Не двадцати Тридцатилетние Сорокалетние Не победили Он еще занимается С детьми Со взрослым Тренирует Шестьдесят восемь лет То есть грубо говоря Это вид спорта А Который Вид спорта Для всех Новая спортивная жизнь Для любого бывшего спортсмена То есть чтобы поддерживать форму Ясное сознание Реакцию То что очень важно Вот Галина Как раз замечательный пример В этом плане Потому что она В свое время Занимаясь волейболом Не смогла сделать Первый спортивный разряд Сейчас она Занимаясь Спортивным методом Будет мастером спорта Мечта была Возраст В нашем возрасте Получить мастера спорта Я считаю Вот 68 лет 69 лет Сергей Иванович Захарова 69 В следующем году Дай бог Все нормально Запустим Мастерские Соответственно Соревнования И он станет В 69 лет Или в 70 Мастером спорта Какой вид спорта Назовите Вы У вас на вскидку Сразу приходит Когда в таком возрасте Можем получить мастера Ну не знаю В городках у нас Городки есть Городки может быть Но я честно говоря Тоже тяжело Я вам скажу одно Я очень благодарю Что вы пришли к нам Потому что Сейчас такое время Мы все переживаем По поводу И вот появление Нового вида спорта Казалось бы Ну метать и метать А с другой стороны Если все разложить По полочкам То очень много Интересного И полезного Для того чтобы Вместе Ну Это же Все равно Попасть Вот в самое яблочко В самую Тренировки Тренировки Это очень интересно Тренировки 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 Еще раз тренировки Полезно Для каждого человека Как мы видим Возраст Практически Папа Мама Моя Да Здоровая семья Спасибо Метательная семья Я научила свою маму Ей было 84 года И она попадала Вот видите В трех метрах Так что ждем Совсем скоро У вас будет такая возможность Может быть Приводить своих детей И самим Поучаствовать А кто знает Может быть и чемпионами Станете У нас в студии Президент Общероссийской Федерации Спортивное метание Ножа Андрей Трохов И чемпионка Московской области По спортивному метанию Ножа Галина Гуслякова Буквально Первая разрядница Да Первая разрядница Буквально Буквально пару слов Вот адресованные Нашим телезрителям Почему они должны Метать ножи Значит Прежде всего Слово Почему Конечно Надо менять на другое слово Вот Но в данном контексте Скажу следующее Первое Повторюсь Это Вторая спортивная жизнь Любого бывшего спортсмена Мы с вами занимались Разным видом спорта В свое время Мы имеем возможность Заниматься вместе Детьми Вместе с детьми Своими Мы имеем возможность Заниматься своей семьей Как катаются на лыжах Да Но здесь мы можем Это делать Идти вместе Всей семьей Одной ногой И добиваться Спортивных вершин Держать за руку С супругой Супруга Детей И в общем-то Двигаться И иметь общий Главный общий интерес Это вид спорта Спортивный метание Ножа Я вас приглашаю Прошу Еще раз Внимательно Выслушать меня Что это Спортивный снаряд Нож СМН СМН плюс Не является Холодным оружием Абсолютно Никаких проблем У него есть сертификат Соответствие Только Документ Да Мы летаем Вот у нас Сейчас Мы 4-5 сентября Проводим Значит Московские Чемпионаты первенства Московской области А 10-12 сентября У нас Чемпионаты первенства России В Анапе В Краснодарском крае Как раз Семья Гусликовых Тоже летит туда Третий в Анапу Полетит И напомню вам Что в студии у нас были Президент Общероссийской Федерации Спортивное метание Ножа Андрей Трохов И Галина Гусликова Чемпионка Московской области Всего доброго Ждем До свидания До свидания Спасибо Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин